Спасибо большое за приветствия. Хороший день такой день, да? Вы же и вечер подходят. А мы что-то только... Он только разошлись. Друзья, товарищи, позвольте вам сказать буквально тоже несколько новостей. Позавчера, когда уже часть команды уехала, часть еще была в Москве, мы узнали можно подсказать на следующий слайд, что компания «Лаберлих» в рейтинге РБК 500 крупнейших компаний России подняла с 443-го места, которым мы заняли в прошлом году. По итогам 17-го года заняла 384-е место. Это включает таких гигантов, как «Газпром», «Роснефть», «Сбербанк». Вот в этом списке крупнейших компаний мы уже в три только, в четвертой сотне. Есть о чем дальше расти. Это, конечно, заслуга наших консультантов, наших лидеров, заслуга сотрудников компании «Фоберлип», директоров «Фоберлип» и, конечно, драгоценной команды в первую очередь. Спасибо вам большое, это ваш успех. Недавно была такая же встреча с лидерами, и лидер говорит, «Дай, Сергей Геннадьевич, мы тоже хотим обучение». Я говорю, «Слушайте, какое же вам-то обучение, элитная команда?» Он говорит, «Мы хотим больше понимать про стратегию». Я говорю, «Вы серьезно это хотите?» Это же такая сложная и такая даже эмоционально окрашенная очень строгостями вещь. Они говорят, «Да, хотим, хотим, вот на форуме что-нибудь нам расскажите об этом». Вот. Будем делать, как они просили? Да! Хорошо. Ну, вы сами хотели, да? Да. Есть такая интересная очень схема, которую мы знали, как нам казалось, называется «Схема развития операции». Вот пошло обучение. Да, видите, в ней есть несколько фаз и есть график эффективности операции и время, ресурсы. Первая фаза затратная, потом есть такая точка, первая критическая точка, потом точка прорыва, фаза нарастания, дальше вторая такая зона неустойчивости, вторая критическая точка и, собственно, потом точка стабилизации, такая фаза насыщения. Это такие азы. стратегии, я думаю, может быть, кто-то из вас даже это слышал. Вы помните, например, наш 12-й год и 13-й год, когда, помните, ассамблею в Питере, потом здесь, а нет, это Питер, это 14-й год, когда мы рассказывали, что вот впереди будет такая турбуленция и рассказывали, что компания делает, чтобы к ней подготовиться. Это, собственно, была затратная фаза, такая фаза насыщения. Наши первые опыты в одежде, в детской, все помнят, наверное, бытовая химия, когда мы перепаковывали, перенесли на свое производство. И дальше мы столкнулись с такой критической точкой после снасти 14-го года, когда мы смогли прямо ворваться в такой мир взрослых мальчишек и отодвинуть их в сторонку. И вышли в фазу нарастания. Было две задачи у руководства компании. Первая задача максимально пробить по времени эту фазу нарастания. Многие помнят, например, наш рост 2002-2003-го годов. Сколько он продолжался? Сколько лет? Он продолжался два года. Мы помним нашу историю успеха 11-12-го годов. Сколько времени продолжался такой бурный рост, такая фаза нарастания? Может, два года. Один год-полтора. В этот раз мы смогли, запустив эту волну осенью 14-го, успешно провести ее до осени 17-го года. Даже, можно сказать, до Нового года. То есть это больше трех лет. Это, знаете, как говорю, мы товарищ Александр Дованков «Бери больше, кидай дальше». Там вот такая очень важная стадия, когда важно не сорвать вот этот вот успех. И мы видим компании, которые, например, вообще не воспользовались ситуацией 15-го года. Мы видим компании, которые около года росли, потом выдохлись. Мы видим компании, я знаю таких людей, которые два года росли и выдохлись. Мы продержались с вами в этой фазе парения, в этом потоке больше трех лет. поздравляю вас с этим и вы догадывались чай из заслуга и наши общие, прежде всего, ваши. И дальше мы готовились уже с осени, с лета 17-го, с осени 17-го, видели, что подходим к какому насыщению и знали, что будет, ну, это же азы, будет точка неустойчивости. Вот. Помните, знал бы, Прикуп жил бы в Сочи, да, знал бы, где упасть, соломку постелить. Мы видели три места, где мы можем, где будут начаться сбои. Первое, собственно, зона производства. Мы видели, что еще немножко, и просто фабрика не будет справляться с производством товара. Начали что-то нехарадить где-нибудь с поставками, так отчасти и вышло. Мы увеличили парк оборудования. Сегодня Алла Анику рассказывала о том, как выросли производственные мощности фабрика, и я вам рассказывал это год назад. Мы ожидали, нет, наверное, не только в производстве, наверное, будет, что у нас обычно не хватает. Склады у нас достают, логистика. Мы увеличили сказку, мощность фабрика тоже в три раза. Вы знаете, как по региональным центрам распределительным, увеличили их количество, московский очень центральный склад вырос. Общий парк, почти в три раза мы подняли по метражу, по обеспеченности оборудованием, программным продуктам, сотрудниками, автоматизацией. Вторую соломку постелили, постелили третью. Мы сказали, у нас раньше были простая сервера, мы создали спутниковую серверную группировку из 50 серверов, где два ключевых стоили больше миллиона долларов каждый. железо-то у нас теперь есть. Вложились, очень были счастливы, айтишники ковырялись в этих больших серверах, ну и, как вы знаете, вся эта спутниковая серверная группировка в декабре нам помогла встретить Новый год досрочно. Это, конечно, что-то опыта соломки не хватило у нас. вторая вещь, мы увидели, что нам еще в апреле казалось, что издержки планировали, да, встретили сайты, некоторые там цифры потерялись, пошли дефициты, думаем, это сейчас мы просто старую систему планируем, доноситим людьми, чуть больше внимания уделим этому Алла, Анникова, я, Дмитрий Ханковский, сейчас все будет нормально. Нет, выяснилось, что мы перешли в качественно другое состояние. это в веществе называется фазовый переход. Ну, как бы, есть вода, а есть, например, пар, или там, вода и лед. Это разные агрегатные состояния вещества. Выяснилось, что операционная платформа, рассчитанная на полторы тысячи СКЮ, СКЮ, ну, единиц ассортимента, которая может тянуть три тысячи, вот на пяти тысячах она начала делать с нами то, что мы с вами называем дефицитивным. И, конечно, мы были вынуждены и это делаем собственно в сайте и вы слышали сегодня презентации и в планировании просто делать совершенно вообще другую, другой этаж, другое вещество, другое состояние этих систем. Интересно, что ведь ну, хорошо, что мы хоть знали, что такие зоны неустойчивости есть. Потому что, представляете, в трех других мы местах фоломку не постелили. У моих друзей одних компания подошла в 96-97 году почти к миллиарду долларов оборот выручки этой компании Союз Контрактов. Ну, может, многие помнят пыриные окорочка и другие штуки. И не дойдя 30 миллионов до своего миллиарда компания развалилась на части. Да, не справилась с управлением. Я очень рад, что мы с вами с управлением справились. Вот, и вы видим, что что нам надо сделать. И это делаем. Но при этом, я бы хотел, чтобы у нас в памяти остался этот слайд. Потому что я-то надеюсь, что мы сейчас снова взойдем в затратную фазу. Потом пройдем снова в критическую точку, как нам сегодня спикеры рассказывали. и начнем новую фазу нарастания, о чем чуть позже расскажу. Интересно, что еще одна вещь, которая отказала, но это не так полезно сказалось, но тем не менее, у нас есть хорошая обратная связь. У нас в том виде, как сейчас, появилась после 2011-2012 года, после объединения с компаниями Adelstart и Infimum. И вот эта обратная связь всегда нам очень четко репортировала. Деньги, как колокольчик звонила, когда какой-то сбой. У нас впервые вот сейчас обратная связь вот такая системная перестала давать какие-то тревожные звоночки. Я хочу сказать большое спасибо лидерам, которые буквально летом на встрече это было собрание там были элитные директора, это были прежде всего люди из лиги предпринимателей российской, которые прямо вот просто я пришел с ними поздороваться, узнать, как дела, и узнал. И обратная связь, конечно, живая, это самое лучшее, что есть, поэтому у меня просьба. Если вас что-то застревожило, кроме того, что писать в классической обратной связи, найдите кого-нибудь из лиги. Пусть он наберет телефон Ирэна Валентиновны, Лукьян, скажет Ирэна, колокольчик, звоню. Потому что сейчас расскажу, что мне сказали, и вы поймете, о чем будет речь. Можно следующий слайд? Обратная связь. Стиральный порошок. Да, мы выпустили новый стиральный порошок, по формуле еще более лучший, чем предыдущий, который тоже был очень хороший. И с чем мы столкнулись? И в обратной связи было 2-3 буквально какие-то звоночка. А что сказали лидеры? Я говорю, что-то порошок стал хуже стирать. Но те, кто был, помнят мою реакцию. Мы позвали тут же руководителя дивизиона. Он не может хуже стирать. Ну, мы как знаем. А люди говорят, нет, он хуже стирает. Вот. И кто-то очень умный сказал, Алексей, вы своих дома спросите. Я пришел домой. Он говорит, что у нас с порошком? Он говорит, все хорошо. Я говорю, а он не стал хуже стирать? Он говорит, ну, стал. Я говорю, а что вы молчите? А, еще лидер говорит, может у вас старые запасы? Я пришел, у нас старые? Нет, все много. А что вы молчите? А что молчать? И вот, тут, конечно, надо знать наших с вами женщин. Я говорю, ну, вот он, когда не сильно грязное белье, он так же стирает хорошо, как раньше. Но вот, когда он сильно грязное, то он похуже стирает. Я говорю, и что вы делаете? Ну, мы просто побольше насыпаем. Я говорю, тогда, тогда, когда вообще вопросов нет. Я прихожу, это говорю, в нашем лаборатории. Мы сделали тесты еще раз. У нас обратная связь, сайта. 3000 человек опросили, 90% довольны, никаких проблем нет. Выяснилось. Старый порошок, вот помните наша ложка, да, когда? Старого порошка, в нее попадал 40 грамм. Но он порошок, более воздушный. И в него попадает, старая ложка, 32 грамма. То есть, по сути, 20% порошка, на 20% порошка меньше. То есть, его стало хватать, этого, нашего пакета, теперь не на 20 стирок, а на 25 стирок. Но мы-то ищем нисколько, не чтобы больше стирок, да, мы ищем хорошего качества отстирывания. Вот. И вот то, что сделали мои домашние, они просто стали больше, как брать эту ложку с коркой. Я думаю, что многие из вас тоже так делают. Да, теперь очень. Поэтому обратная связь молчит. Поэтому, что мы сделали? Во-первых, вот завтра на сайте появится один раз извинение, другой раз сообщение, что, дорогие друзья, насыпайте больше в нашу обычную ложку. Это раз. Второе. Спасибо. Второе. Мы выпускаем новую ложку и в 16 каталоге всем ее раздадим бесплатно. Эта ложка будет прямо даже без горки, содержать 40 граммов порошка. Поэтому большое спасибо лидерам. Я бы хотел договориться с вами, здесь сидящий, в этом зале, что если что не так, обратную связь написали. Звоните. И позвонили человеку из лиги, который наберет Рене Валентине, а она уже придет ко мне полночь за помощь. Я чай-то не уберу, Лидина, ты садись, чай пей. Я пью после, ты не пей. Не пей. Хорошо? Договорились мы с вами? Да. Спасибо. И второе, конечно, чему я был, честно говоря, один раз счастлив, с другой стороны удивлен, это вся история с кэшбэком. действительно, так нас на проектной сессии в апреле так мы друг раскачали, что стали думать, придумали кэшбэк, и вот, ну, было какое-то представление, как надо делать, как надо вводить кэшбэк. Я говорю, поедемте с лидерами в Балтии поговорим. Они говорят, поедемте, Валентий Геннадьевич, только вы не поедете. Я говорю, почему? Они вам постесняются сказать, что не нравится, скажут, да, отлично. Я говорю, нет, подождите, это же я. Конечно, скажут. Он говорит, нет, вам не скажут. Поэтому меня в Балтии не взяли, но каждые, примерно в часа три, рассказывали, как идет обсуждение. И, конечно, лидеры очень значительно пересобрали то, что мы придумали в Москве, и, честно говоря, получилось лучше. О чем нам это говорит? Может, так сказать, делать? Да. Вот. Меня не брать. Поддерживаете? Да. Спасибо. При этом вторая сессия была в Украине. И там, конечно, лидеры еще дальше пошли и придумали еще целый ряд вещей, которые, наверное, на этапе ввода кэшбэка чуть-чуть усложняют. Сейчас вообще очень простое. Да? Раз-раз. Раз-два. Киевские лидеры придумали более интересную, но чуть более сложную систему, которую, я уверен, мы с вами ведем следующей листой, потому что очень много ценных подождите, руки чешутся сделать, но надо все делать поэтапам. Поэтому хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вам кажется, что вам нужно какое-то обучение по стратегии, но мне кажется, что у вас все для этого есть, и вы уже участники этой построения по стратегии. Хотел... рассказать о нем, она говорит, нет, Алексей, давайте уже войсами расскажите людям восьмой тренд, ну, восемь уже числа кислорода, как вы знаете, да? Восемь – это бесконечность любимая, не только Легина и Калаклавский, но и мной тоже. Восьмой тренд называется, может, следующий слайд, вот таким простым словом «Угроза международного кризиса». Вы, наверное, читаете прессу, деловую и, может быть, какую-то другую. Что люди... Это... Надо относиться к этому очень по-рабочему. Это тренд. Мы не знаем, когда он точно будет, хотя есть версии, когда. Можно следующий слайд. Вот. Многие ожидают, что это будет примерно в 2020 году. А дни аналитики говорят, нет, наверное, осенью 2019-го. Я говорю, нет, подождите, у нас осенью форум следующий. Нам попозже. Стоит говорит, нет, нет, это будет весной 2021-го. В общем, уже видно, что что-то надвигается. Ну и давно не было же уже, да? Есть четыре таких источника. Ну, в США сейчас очень большой корпоративный долг. Компании заняли много денег в виде бондов, облигаций. Такой же процесс в Европе но там меньше волнует аналитиков долги корпораций, больше волнует государственный долг стран Евросоюза и Евросоюза в целом. Вот. Развивающиеся страны мы видим, какая-то девальвация национальной валюты в Турции. В Аргентине песо провалился в два раза. В общем, Латинская Америка, некоторые регионы Африки, Юго-Восточной Азии вызывают тоже такие некоторые опасения. Ну и четвертый кризис это Китай. Четвертый источник угрозы возникновения мирового кризиса это Китай. Я хочу сказать сразу, что китайцы, они умницы, умники. В общем, молодцы. У них три есть даже пузыря, которые надулись, но с одним из них они очень хорошо справились. Все предсказывали, что в Китае рванет на рынке недвижимости. Вот. Пока держат. Говорят, вот на рынке китайцы фондовый рынок запаролировали так бетончиком и асфальтом сверху положили. Вот. Поэтому можно китайцев держаться, потому что, конечно, для России, для Азербайджана, для Казахстана китайский кризис будет самый болезненный. Потому что когда снизится потребление нефти, стали, и, конечно, кризис у них прилетит навсегда кому? Нам. Тем, кто ничего не боится. Это нам. Наоборот. Поэтому что вам хочу сказать. Здесь от люди, которые кризис уже видели. Более того, если мы с вами посмотрим, например, последний кризис, можно включить следующий слайд? Как вам вы разыграли, да? Мы в 12 миллиардов рублей выросли до 38. Это вот за эти 3-4 года. Вот. неплохой прозыгрыш кризису. Я бы нашел хороший. Следующий слайд. Если мы посмотрим всю историю компании, вот тут, к сожалению, на больших уже масштабах не видны эти пики, но мы помним первую волну роста 98-99 годов. Да? и потом с таким следом дальнейшим идущим. Мы помним с вами 9-й, 10-й, который привел к 11-му объединению компаний следующую волну. Это 14-й, 15-й, 16-й. все наши росты такие большие или как я во втором слайде называл их операции, они все приходились на эпоху кризиса. И нам, конечно, надо к этому 20-му условному году, потому что, может быть, чуть позже, может быть, чуть раньше, не хотелось бы, чтобы к этому новому году, потому что мы не совсем с вами готовы еще, но, в общем, чтобы мы им воспользовались, если можно, найдем следующий слайд, который будет. Посмотрим, как если что нам Бог даст, и как мы сами подготовимся, но хотелось бы, чтобы мы от этих 15-18-ми миллиарда куда-то еще нарастили. Если можно, выписывайтесь в презентацию. Что будет разыгрываться вот в этом кризисе? Мы, конечно, не знаем, что. Мы про свою компанию, видите, часть соломок подстелили, а часть соломок даже не видели. Будущее, конечно, неопределенно, но некоторые такие совокупности трендов нам показывают, что будет стоять на кону, что будет разыгрываться. Но сейчас уже вторая компания прямых продаж в СНГ. Мы перед этим прилисом были четвертая, четвертая, пятая. Да, вот будет разыгрываться на первых место лидера. Кто самый интересный раз. Второе, большее, это будет разыгрываться не просто текущий момент, будет разыгрываться за кем будущее, за кем двадцатые годы, кто собой будет орицетворять все хорошее, что есть в МЛМ. За это будет сражение двадцатого года. наша гипотеза, что, собственно, первое, что будет разыгрываться, это такая битва внутри прямых продаж, но второе, будет происходить наше такое столкновение с интернет-магазинами. Почему? Интернет-магазины до этого очень простой парадигмой работали. У нас есть товар, мы за какие-то большие деньги привлекаем к клиентуру, дальше стараемся ее удержать. Мы видим, как интернет-магазины крупнее, во-первых, мелкие интернет-магазины стали умирать. Да, они с 5-7% теряют нишу свою до и долю рынка до 3-х, и потом даже несколько закрылось, нам предлагали их купить. Сказать спасибо, не интересует. Маленькие выбрасываются, большие начинают делать партнерские системы, которые, конечно, не МЛМы, потому что к МЛМу надо иметь вкус, надо иметь какой-то, не знаю, опыт, и иметь к этому тонкую привязанность, любовь. Надо просто людей любить. А если ты любишь роботов, то это чуть другая история. Хотя, наверное, трансгендеры это те, кто любит людей, роботов. И, смотрите, они будут тоже ломиться за потребителя. Вот поэтому и есть, к счастью, формат, который будет терять. Это классический ритейл, это магазины, супермаркеты. Им желаем счастливого плавания. Но мы будем жить в многоукладном мире. Будут и такие, и такие, и такие игроки. Но вот эти 20-е годы это будет битва за будущее. Это кто самое интересное. Мы считаем, что большой шанс, ну, 90-процентный шанс у нас с вами. Потому что мы, мы уже умеем строить человеческие сети. И да, нам надо научиться то, что умеют интервью от магазина. Да, надо учиться работать в цифре. Это непросто. Но им надо научиться то, что вообще практически невозможно научиться работать с людьми. Да, и мне кажется, наш транзит, он более вероятный, чем мы в транзит. Поэтому, во-первых, я делаю ставку на нас, потому что это наше свое будущее. Да? Помните, как спрашивает Мальвина Буратино? Говорит, Буратино, никто взял у вас три яблока, у вас было пять яблок, сколько у вас осталось? Да, что Буратино отвечает? Нет, пять. Пять. Мальвина говорит, нет, Буратино, никто взял у вас три яблока, сколько у вас осталось? Что Буратино говорит? «У меня пять яблок, не отдам я этого некому яблоки, хоть он дивись». Да? Поэтому, это наше будущее, во-первых. Во-вторых, у нас больше шансов. Это две причины для победы. АПЛОДИСМЕНТЫ